История про таксиста, который спас дедушку, доставив его в больницу, оказалась фейком. Накануне новость облетела все соцсети, речь в ней шла о том, что водитель такси, нарушая правила, экстренно доставил пожилого мужчину в больницу. Якобы в этом водителю помогали байкеры и сотрудники ГИБДД. Узнав о происшествии, они списали с нарушителя все штрафы. Ну а на самом деле все обстояло несколько иначе. Кто придумал эту историю, разбиралась Анна Княжева. Вот это сообщение наделало много шума. Менеджер фирмы такси рассказал, как его коллега вез дедушку в больницу. 7 числа поступил заказ с улицы Интернациональной во вторую городскую больницу. Водитель забрал 98-летнего дедушку в критическом состоянии. Летевшие такси заметили байкеры. Выяснив, что происходит, рванули вперед, перекрывая движение. К этому присоединились машины ГИБДД. За 11 минут общими усилиями таксист доставил его в больницу. Водитель поехал давать показания в ГИБДД. 16 камер зафиксировали нарушения им правил. Прошу максимального репоста. Ложью в этой истории оказалось почти все. Как рассказали в ГИБДД, ни одного штрафа на таксисте нет. Да если бы и были, то списать их невозможно. Байкеры, которые сопровождали такси, так и не нашлись. Экипаж ГИБДД в операции тоже не участвовал. А во вторую областную такого пожилого пациента такси не привозило. Это подтвердили в департаменте здравоохранения. Когда все-таки удалось выяснить имя пассажира, оказалось, что ему 87 лет. И живет он на улице Мельникайте. Туда карета скорой помощи приезжала дважды. В первый раз по поводу падения его возили. Во вторую областную клиническую больницу номер 2. После оказания помощи, соответственно, был отпущен домой. И во второй раз по поводу головной боли. В ходе осмотра выявило, что состояние гораздо более серьезное. Требует госпитализации. Поэтому вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщили в службе такси, водитель принял заказ с интернациональной в 12 часов 11 минут. Однако, по данным департамента здравоохранения, в 12.04 карета скорой помощи уже везла пожилого пациента в больницу. Поэтому дедушке в машине такси просто не могло быть. Мы связались с внучкой пожилого мужчины. По телефону она рассказала, что в тот день в такси ехала она одна. Зачем была придумана эта история, не знает. Зачем непроверенную информацию выливали в соцсети? Это такой способ пиара у вас был или что? Нет. Если бы мне нужно было что-то прорекламироваться, то я бы обратился к журналистам напрямую. Я понимал, что вот этот вот заказ, эта поездка может выйти туда. Выйти и может быть интерпретировано как угодно. Для того, чтобы не допустить этого, я, соответственно, дал информацию о том, что... в том ракурсе, который нужен был. Сам водитель такси от комментариев отказался. Менеджер компании Сергей Парфиров публично извинился за распространение ложной информации. Пожилой мужчина, которого якобы спасал таксист, скончался в больнице. Врачи несколько часов боролись за его жизнь. Анна Княжева, Алексей Красных, Тюменское время.